Благословен Ты, Господь Бог, Царь Вселенной, избравший нас из всех народов и даровавший нам Тору. Благодарим Тебя, Господь, что Ты учишь нас через Слово Твое. Помоги нам иметь сердце открытое, помоги нам, Господь, понимать то, что Ты говоришь к нам, чтобы исправить наши жизни и наши сердца по воле Твоей. Благословен Ты, Господь Бог, даровавший нам Тору. Бышем и шуам и шуеха. Амин. Амин. Итак, сегодняшняя наша глава относится к Брэйшит с 37 по 40 главы. Это книга Бытие. Для тех, кто не знает, что означает слово Брэйшит. Брэйшит. Книга Бытие с 37 по 40 главы. И глава называется Ваешев. Весьма интересная глава. И вы знаете, как и большинство глав из книги Брэйшит, Бытие. На каждую главу можно писать книгу. И в данном отрывке, в данном кусочке речь идет о очень и очень хорошо известной для нас с вами истории жизни Иосифа. Помните, да? По-разному всячески пытались многие-многие верующие люди размышлять о том, что же происходило в жизни Иосифа. Как она складывалась, что влияло на ее жизнь, какими были братья и так далее. Но вкратце давайте посмотрим для себя, так скажем, общую канву этой истории. Наш праотец Яков поселяется в Харане. Место такое. И живут они долго и счастливо, ну если можно так сказать, потому что на самом деле не все так было просто в ихней жизни. И у Якова рождается поздний сын, любимый сын. Было достаточно уже много лет Якову, когда родился Иосиф. И мы знаем, что в знак особого такого выделения среди других братьев отец его баловал. Он сделал ему особую рубашку. Мы знаем, что он любил его больше всех. И вы понимаете, как непроста жизнь любивчика папы в большой семье, правда? Потому что каждый из сыновей на самом деле хотел бы иметь сердце отца. Хотел бы иметь частичку из сердца отца. Пообщаться, как-то что-то получить от папы. Но в данном случае монополистом был Иосиф. И понятное дело, что очень быстро братья начали ненавидеть его. И особенно это усилилось после того, как Иосиф, ну так уж случилось еще на свою беду, увидел различные сны, которые бы еще больше подтверждали его уникальное положение. В снах этих он был тем, перед кем поклоняются братья и перед кем поклоняется отец с матерью. И мы понимаем, что, ну в общем-то, если бы так вот по-человечески говорить, любую семью любых братьев это бы завело в ненависть, согласитесь, да? Мало того, что он любимчик, так еще вот такие сны у него особенные. Поэтому, используя момент, используя случай, мы знаем, что братья решают убить его. Ну, в общем-то, что естественно, да, для невозрожденного сердца. Но после короткого раздумия они принимают решение не просто убить его, а продать. То есть, одно дело ты убил, в общем-то, грех на тебе, а тут можно заработать. И греха вроде как такого сильного, как убийства, не будет на твоей сердце. Ну, как бы, статья другая, как говорится. Тоже плохая, но все же другая, согласитесь. И мы знаем, что Иосифа продают в Египет. И египтяне, они не были евреями, да, мы это знаем, потому что евреев было очень мало на тот момент. У них были свои представления о том, как устроен этот мир, как выглядят божества, кто такой Бог, и как нужно ему поклоняться и служить. И мы понимаем, что Иосиф проживает очень и очень тяжелую жизнь. Он становится собственностью Патифара, начальника царской стражи. Мы знаем потом историю, которая с ним произошла, когда супруга Патифара, она захотела взаимоотношений с ним. Но он молодец, демонстрирует преданность Господу, демонстрирует преданность заповедям, за что попадает в тюрьму. И в тюрьме очень интересные обстоятельства с ним складываются. Он встречается через некоторое время с двумя людьми. Один был царским пекарем, второй был тем, кто наливает вино, виночерпием. Помните, да? И обоим этим людям снится свой сон, который Иосиф удачно и правильно толкует. И понятно, дается понимание того, что толкование это конкретно от Господа. Бог дает ему понимание. Очень интересный разговор, который, в общем-то, нам важен в данном комментарии сегодня. Вы помните, что когда Иосиф общается с виночерпием, он предсказывает ему судьбу. И говорит, что через три дня ты снова будешь наливать чашу фараону. Снова произойдет то, что ты будешь восстановлен. И Иосиф говорит очень интересную фразу. Он говорит ему, когда ты выйдешь, вспомни обо мне. Помните, да? Согласитесь, вполне естественная такая вот просьба. Если ты сможешь, вспомни, замолви где-то там наверху, среди этих кулуаров. Ну, мы понимаем, что виночерпи – это не как бы что такое великое. Правда? Ну, это просто слуга, который подает вино царю, наливает в кубок. Всего лишь. Но на самом деле такие слуги, они обладали определенным влиянием. Потому что они могли, например, обмолвиться что-то, да? То есть попробуйте, попадите, например, на прием к царю. Какого-нибудь государства. Это невозможно так просто. Нужно пройти целую-целую процедуру. А виночерпи, он встречается с царем каждый день. Он может обмолвиться. Царь через некоторое время начнет узнавать его. Царь, может быть, будет знать его имя. Может быть, когда-то что-то спрашивает. А ты можешь что-то сказать, попросить, походатайствовать. Именно на вот такую протекцию Иосиф и рассчитывал. Он говорил, ты когда вот... Замолви за меня слово. Скажи, чтобы... Ну, не забывай, чтобы объясни, чтобы... И когда мы читаем 40-ю главу, 23-м стихе, нам там написано, И не вспомнил начальник виночерпиев у Иосифа, и забыл его. Очень интересное место. Не вспомнил. Человек, благодаря Иосифу, обязан был жизнью, ну, как бы ободрением, правильным истолкованием. Но, тем не менее, он забыл о нем. Он просто не вспомнил о нем. И два года еще Иосиф остается в тюрьме. Печальное событие. Но вы знаете, интересно, что еврейские мудрецы, размышляя об этом, вот, в том, что произошло, они говорили следующее. О том, что проблема Иосифа была в тот момент в том, что он с начала своего пути доверял Господу во всем том, что он делал. Он пытался быть послушным заповедем. Он пытался говорить то, что вот угодно Богу. Но в какой-то момент в своей жизни, когда стало очень сильно плохо, он начал ожидать ответа и помощи не от Бога, но от людей. И не простых людей, но тех людей, которые абсолютно не знают Господа, ну, в общем-то, являются Его противниками. И в Псалме 40, 5 стихе написано, «Счастлив муж, который уповает на Господа, и не обратился к людям надменным и склонным ко лжи». И на самом деле встает вопрос, что нам нельзя просить помощи людей неверующих? Мы знаем исторически очень много событий, когда, например, главы еврейских общин, они обращались к неверующим царям или к тем, кто не знает Бога, для того, чтобы попросить защиты, попросить какого-то, ну, и почему же тогда Иосиф вот таким образом, ну, получилось, как бы получил наказание за то, что попросил? Что же случилось? В чем проблема? Если мы посмотрим дальше на 42 главу, 9 стих, там уже речь идет о тех моментах, когда Иосиф встретился со своими братьями. И в один из моментов там написана такая фраза, «И вспомнил Иосиф сны, которые снились ему». То есть он встретил братьев и вспомнил сны, которые ему снились. Очень интересно, если посмотреть по общему контексту. Встает вот следующий вопрос. Смотрите, мы сейчас вернемся к предыдущему. Почему Иосиф, давайте порассуждаем, вот он в рабстве. Неужели так далеко было, чтобы вернуться домой? Неужели нельзя было сбежать? Вот представьте, что вы находитесь тем, вы являетесь тем, кто управляет в доме Патифара. Скажите, пожалуйста, можно ли было послать отцу письмо? Можно было бы. Согласитесь, правда? Если поставить перед собой цель, можно было бы сделать так, чтобы папа успокоился, чтобы сказать, послушайте, на самом деле меня продали, я живой, я брат ваш и так далее. Можно. Он этого не делает. Когда он попадает в тюрьму, он тоже не пытается как-то передать весточку, знаете, такого плана, что через какого-то, может быть, раба или через кого-то. Он тоже был не последний человек в тюрьме. О том, что папа, я в тюрьме, выручайте, выкупайте меня, как-то, не знаю, принесите залог какой-то, спасите меня. Он этого не делает. Он становится вторым по фараону, и мы тоже не видим, что он пытается это сделать. Согласитесь, будучи вторым по фараону, это было недалеко, несколько дней пути. Зовешь любого слугу, посылаешь, привозишь всех братьев, или как-то даже письмо просто папе передаешь, но он этого не делает. И мы видим, что он начинает об этом размышлять только тогда, когда братья приходят. И вспомнил Иосиф сны, которые снились ему. Смотрите, друзья, что получается. С самого начала Иосиф имел внутри себя определенную веру в то, что есть Божий план на его жизнь. Он не до конца его понимал, он не знал, но он четко помнил, что есть сон, что это произойдет. И он держал себя от того, чтобы не приблизить этот план своими собственными силами. Он просто ожидал от Господа. Мы не видим, что Иосиф кидался из стороны в сторону. Мы не видим, что Иосиф как-то роптал, кроме интересного упоминания о виночерпии. Когда придешь, вспомни меня. Вы понимаете, да? То есть раньше он не говорил об этом Патифару, он не использовал свое влияние, свою власть определенную в доме Патифара для того, чтобы разрешить свою ситуацию. Здесь приходит определенный кризис его веры. Когда придешь, вспомни меня, пусть меня спасут. Понимаете, да? Передай, что вот есть человек, которого нужно спасать. И еврейские мудрецы говорят, что именно из-за вот того момента, из-за вот этого вот в определенном смысле отступления, еще некоторое время Иосиф находился в темнице. Потому что была атакована его вера. Была атака на его веру. И нужно было время, чтобы привести снова все в правильное состояние и в правильный порядок. Итак, очень интересно, что эта глава читается, как правило, в канун Хануки. Мы знаем, что Ханука у нас будет в среду, да? В следующую, 24 числа у нас будет ханукальное служение. Хотя начало Хануки 15 числа, да? Вечером мы зажигаем свечи и радуемся. И интересно, что эти события, они в определенном смысле совпадают. Что мы с вами празднуем на Хануку? Мы празднуем с вами освобождение. Да? Мы с вами празднуем, вспоминаем тот праздник, который был в еврейском народе, в еврейской истории. Когда маковеи, противостоя греческому, скажем так, давлению, одерживают великую победу. И в нашем понимании очень часто, вот именно связано с тем, что евреи боролись с греками. Но вы знаете, что если мы посмотрим больше немножко в историю Хануки, мы узнаем о том, что среди греков были также евреи, которые разделяли греческий образ жизни. Греческое мышление, греческий подход к жизни. Поэтому, если говорить более точно, то та война, которая была во времена маковеев, это была война тех, кто действительно следует за Господом, кто придерживается его традиции, кто не желает смешиваться, с теми, кто с одной стороны явно грек, явно язычник, и с теми, кто с одной стороны как бы еврей, а с другой стороны придерживается греческого мировоззрения. То есть, в каком-то смысле, война маковеев, это была также и братская война, когда те, кто из одной семьи, те, кто из одного рода, они противостоят тем, кто, ну, две половинки, получается, тем, кто принимают какую-то часть от язычников, и те, кто стараются быть чистыми. Итак, вот такая вот печальная, междоусобная братская война. Интересно, что что-то подобное мы видим вот в состоянии Иосифа, да? С одной стороны, есть чистая Божья воля, чистое Божье ожидание. С другой стороны, есть как бы та же воля, но только с какими-то компромиссами. Тоже стремление, но только более, скажем так, измененное. Итак, что мы можем научиться? Какую главную мысль мы можем взять по сравнению с многими другими мыслями? Прежде всего, друзья, Божья воля, она исполнится обязательно в жизни человека, который будет искренне стремиться к этому. И нам не нужно, знаете, подтасовывать ее, нам не нужно подталкивать Бога, нам не нужно делать какую-то махинацию для того, чтобы это произошло. Нужно просто быть терпеливым, нужно быть теми, кто последовательно следует за Богом, последовательно идет к тому призванию, которое есть. Следующий момент, которому мы можем научиться. Давайте стараться не смешивать свое с нечистым. Давайте не смешивать Божье со своим. Давайте не смешивать то, что несмешиваемо на самом деле. Понимаете, да? Давайте стараться держаться одной половины. И я понимаю, что не всегда это возможно. Но есть благодать, есть милость, есть Божья поддержка. И даже если мы где-то застопоримся на каком-то этапе, как Иосиф, если мы еще прождем где-то два года лишних в каких-то узах, то это не значит, что все отменено. Просто нужно быть внимательным. И помнить, что никакой виночерпи, никакой хлебодар на самом деле нам не поможет. Что есть Господь, который управляет процессом, и Он не отменяет то доброе, которое Он имеет о каждом из нас. Аминь. Давайте помолимся за израильский народ, за то доброе, которое Он не отменил об этом народе. Аминь. Благодарим Тебя, Божие, за то, что, Боже, много раз Ты брал Израиль, Сына Своего, и Ты не отменял то хорошее слово, которое Ты сказал о них, Боже. Но, подобно как Ты очищал и изменял Иосифа, Ты изменяешь народ свой, проводя от веры веру, от силы в силу, Господь, преображая по Твоему образу. Господь, и мы верим, что Израиль, Он исполнит все эти предназначения. И действительно, в конце времен, Господь, Ты говоришь о том, что к Иерусалиму, к Сиону придут все народы. И именно там будут преклонены колени перед Мессией, Иешуа. Именно там произойдет, Боже, изменение мира. Господь, и мы знаем, что это произойдет. Что бы ни случилось, как бы это время ни оттягивалось, или когда бы это ни произошло, мы просим о милосердии Твоем для Израиля, мы просим о благодати и Твоем благословении. Благослови нас, как общину, Господь. Сохрани нас, как общину, Боже. И излей от Духа Твоего. Мы благодарим Тебя, Боже. Во имя Ишуа Мессии. Амин. 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 Амин.